С течением времени мы надеемся, что и у всех наших докторов будет доступ к таким препаратам, и тогда, конечно, надо будет знать, как бороться с токсичностью, связанной с этими препаратами, потому что следование специальных алгоритмов, работа с пациентами, она дает очень хорошие эффекты, и можно добиться эффективности без особого ущерба. То есть необходимо контролировать заболевание. По ряду многих клинических исследований рандомизированных выявлен достаточно широкий спектр токсичности брав-ингибиторов и их комбинации, но чаще встречаются такие специфические осложнения, как лихорадка, сыпь, артралгия и диарея. Специфика заключается в том, что данные осложнения, даже второй степени токсичности, они достаточно причиняют большие неудобства больным и снижают качество их жизни. Вимуруфениб, использование вимуруфениба достаточно токсичное, и нежелательное явление третьей и четвертой степени достигает 46%. Как говорил Алексей Викторович, основные осложнения, такие как колопец, артралгия, диарея, слабость, возникают через недели, месяцы приема препаратов, а в первые дни лечения чаще возникает фоточувствительность и сыпь. Следующий препарат Даброфениб, он отличается более благоприятным профилем токсичности, однако также у третьих пациентов приходится снижать дозу и вплоть до отмены терапии. Как рассказал Алексей Викторович, комбинация БРАФ и МЕК-ингибиторов менее токсична, чем использование БРАФ-ингибиторов в монорежиме, и характеризуется снижением частоты излокаченных опухолей кожи. Как говорил Евгений Наумович, феномен заключается в том, что использование БРАФ-ингибиторов в монорежиме влияет на другие мутации и индуцирует предопухолевые заболевания. Даже с развитием таких редких осложнений, как лейкемия, связанная с мутацией РАС, и колоректальным раком, связанным с мутацией КЕРАС. Более чаще при использовании комбинации БРАФ и МЕК-ингибиторов это лихорадка, озноб, снижение фракции выброса. И, конечно же, жизнеугрожающей токсичности при использовании БРАФ и МЕК-ингибиторов не встречается. И в данной таблице указана пошаговая редукция доз препаратов. И даже прерывание на короткий срок данной терапии не снижает эффективность терапии. Очень часто встречается кожная токсичность, которую касались уже предыдущие мои коллеги. Использование БРАФ и МЕК-ингибиторов чаще вызывает узловую ритему, фоточувствительность, папилломы кожи, кератакантомы, сухость кожи, фолликулиты. Фоточувствительность более чаще встречается при использовании БРАФ и МЕК-ингиба. Пациентам необходимо рекомендовать использование солнцезащитных кремов. Это на нашем опыте. Здесь примеры кератакантомы, плоскоклеточного рака кожи. Одним из частых и типичных осложнений – это сыпь. Возникает на туловище, лице, конечности. Носит дозозависимый характер. Развивается в первые несколько дней до двух недель. Бывает макулопопулезный, папулопостулезный и фолликулярный. На нашем опыте пациентке 59 лет была назначена комбинация БРАФ и МЕК-ингибиторов, у которой на десятые сутки развилась сыпь третьей степени, пирексия первой степени, что послужило причиной приостановки терапии. Через две недели эти явления регрессировали до первой степени на фоне антигистамины терапии, что позволило нам возобновить терапию, но с редукцией дозы на один шаг – геморофениба. На данном слайде подробный алгоритм лечения пятнистопопулезной сыпью характеризуется тем, что при токсичности третьей и четвёртой степени необходимо прекратить приём БРАФ-ингибиторов, далее назначить симптоматическую терапию и возможно возобновление продолжения терапии с редукцией дозы на один шаг или сменой геморофениба на доброфениб. Следующим осложнением таргетной терапии – это диарея, которая встречается достаточно часто на фоне терапии веморофенибом или комбинацией БРАФ-ингибиторов в 25% случаев. Обычно бывает умеренной и лёгкой степени тяжести, контролируемое осложнение, возможно назначение лапирамида, других симптоматических средств, снижение дозы вплоть до прерывания лечения. Конечно же, всем пациентам необходимо рекомендовать диету. На данном слайде также алгоритм лечения диареи. При уже второй степени токсичности мы видим, необходимо приостановить терапию БРАФ-ингибитором до снижения первой степени. Далее можно редуцировать препараты на один шаг или поменять веморофениб на доброфениб. При четвёртой степени токсичности необходимо обязательно госпитализировать пациента, потому что диарея – грозное осложнение. Необходимо восполнение электролитов, инфузионной системы, а также антибактериальной терапии. Механизм лихорадки до сих пор не ясен. Чаще ассоциируется с приёмом ДАБРАФ-иниба, чем веморофениб. И в исследовании БРИК-3 было выявлено, что данное осложнение возникает в среднем за 10 дней и длится около 3 дней. Необходимо при перексии исключить, конечно же, фибрильную нитропению или сепсис. Для этого используется ряд диагностических мероприятий. Терапия заключается в назначении анистероидных противовоспалительных средств при неэффективности плодоназначения преднизолона в низких дозах. Приостановить терапию необходимо при второй степени токсичности. И далее также рассмотрение возобновления до первой степи. Возобновление терапии с редукцией дозы на один шаг. Очень часто также встречается болезнь суставов. Чаще встречается на фоне веморофениба 56%, третьей-четвёртой степени достигает у 20% больных. И необходимо назначение анистероидных противовоспалительных средств. Далее, при неэффективности добавления глюкокортикоидов, конечно же, консультация ревматолога. При токсичности второй и третьей степени необходимо прекратить приём обоих препаратов. И при разрешении токсичности до первой степени также возможно редуцировать на один шаг или сменить веморофениб на доброфениб. Слабость. Слабость очень часто встречается у наших пациентов. Механизм развития непонятен и поэтому часто занижается специалистами. Слабость может быть как симптомом прогрессирования, инфекции, гематологических, биохимических нарушений, которые требуют дополнительных методов исследования. При использовании БРАФ и МЕК-ингибиторов чаще при использовании МЕК-ингибиторов встречается нарушение со стороны сердечно-состудистой системы в виде снижения фракции выброса левого желудочка, которое встречается в 8% получающих МЕК-ингибиторы, периферические отёки в 30% случаях, получающих комбинированную терапию и удлинение интервала QT встречается редко, но встречается в 3% случаях. Мы не должны списывать со счетов данное осложнение. Что необходимо делать при удлинении интервала? Изначально, если QT более 500 мс, лечение вообще БРАФ и МЕК-ингибиторами не назначается. Если мы видим на фоне терапии постепенное увеличение QT, необходимо прекратить приём БРАФ и МЕК-ингибиторов до нормализации показателей и редуцировать дозу препаратов на один шаг. Если имеются повторяющиеся удлинения, данное осложнение, то при редукции дозы на два шага нет необходимости снижать до третьего шага, просто отменяется терапия. Снижение фракции выброса левого желудочка. При первой и второй степени уже необходимо прекратить терапию до четырёх недель. При третьей и четвёртой степени прекращается приём, назначается симптоматическая терапия, рассматривается смена терапии на другие виды лечения, на иммунотерапию или химиотерапию. При использовании новых комбинаций, нового направления, конечно, появляется и новое осложнение. И достаточно часто встречается нарушение зрения. Редко на терапии брафингибиторов, чаще на терапии мегингибиторов. Развивается через недели или месяцы после начала терапии. Чаще встречается увеид. В одном процентах случаев на доброфенибе и в двух процентах случаев на веморофенибе. Необходимо сразу прервать лечение, консультировать у офтальмологов, которым назначается курс глюкокортикостероидов. На данном слайде подробно описаны шаги действия при офтальмологической токсичности. Здесь даже при появлении токсичности первой степени необходимо прекратить прием брафинг-инкибиторов. Гипертензия. Очень часто случаются и случаи гипертензии. Здесь даже небольшие подъемы давления регулярные являются поводом прекращения приема брафинг-инкибиторов при второй стадии гипертензии, прекращения приема и мелких инкибиторов. И необходимо данных пациентов лечить как симптоматическую артериальную гипертензию. Редко, но встречается гипергликемия у пациентов на данной терапии. И у этих пациентов чаще всего в анамнезе отмечалось наличие диабета сахарного. Часть гипергликемии в третьей степени достигает в 6% случаев. Необходимо у таких пациентов постоянно мониторировать уровень глюкозы крови. Снижение дозы в таких случаях не требуется. только в тех случаях, если отмечается постоянный повышенный уровень глюкозы в крови. Нарушение функции печени встречается в 13 случаях на 13% на фоне приема веморфениба. Необходимо тщательно мониторировать до лечения на фоне лечения показатели печеночной функции. Даже описаны случаи летального исхода применения веморфениба с лучевой терапией. Рекомендуется отменить таргетную терапию, проводить симптоматическую терапию. И при снижении показателей до... То есть при нормализации показателей печеночной функции возможно продолжение терапии или перевод с веморфениба на доброфениб. Вот в данном алгоритме более подробно указано и прекращение приема брафами конгибиторов начинается со второй степени токсичности. Также одним из осложнений использования брафами конгибиторов является пневмония. При второй, третьей, четвертой степени необходимо прекратить терапию тщательно, обследовать пациента, выполнять компьютерную томографию грудной клетки, начинать гормонотерапию в высоких дозах. Если пневмония разрешилась, возможно рассмотрение терапии в полных дозах при второй степени токсичности с редукцией дозы или перевода на доброфениб при третьей, четвертой степени пневмонии. Ну, какие выводы можно сделать по безопасности? Их коснулся уже Алексей Викторович, что комбинация брафами ингибиторов более мягче проходит, меньше токсичности встречается, в целом сопряжено с сопоставимой частотой нежелательных явлений, ну и ниже встречается частота кожных осложнений, выше частота лихорадки, ознобов, артралгии, и чаще встречается снижение фракции выброса левого желудочка. И самым главным при терапии данных, при таргетной терапии у пациентов с меланомой необходимо в основном это работа с пациентами, объяснять, как себе вести, чтобы пациент постоянно являлся на визиты, на осмотр, пользовался теми рекомендациями, которые доктор назначает и тогда с помощью тщательного мониторинга всех анализов в своем пациенте возможно взять контроль над этим заболеванием и снизить токсичность лечения. Спасибо за внимание. Какие вопросы будут? Спасибо большое, Зеларом Хабидовна, уважаемые коллеги, какие вопросы? Как я понимаю, когда нет большой практики, вопросов не возникает пока, да, будете работать, поверьте мне, будут вопросы. Тогда я остановлюсь на таких моментах, Зеларом Хабидовна, осложнение со стороны органов зрения достаточно серьезное. Я хочу еще раз остановиться на этом. Как вы часто видели вот это осложнение у своих пациентов? Скажите, пожалуйста. Ну, у наших пациентов, использующих брафом меконгибитора, наверное, отмечалось в 20% случаях. И еще раз, вот даже при небольшой степени, невысокой степени токсичности, основным из опций терапевтических является отмена препарата, отмена препарата, консультация окулиста. Поэтому в команде должен быть обязательно окулист, причем окулист не тот, который формально выполняет осмотр пациентов, тот, который вместе с вами будет лечить пациента и наблюдать его в дальнейшем. И на что я еще хотела обратить внимание, пневмония, пневмония, на цитостатической терапии мы не так часто встречаемся с пневмониями, а вот сейчас таргетная терапия и дальше мы будем говорить об иммунотерапии, пневмонии, они, пневмониты, они появляются уже, да, не так часто, но они есть в определенном проценте случаев. И хочу обратить внимание, Диана Ромхавидна об этом уже сказала, не назначается антибиотикотерапия, назначаются гормоны, гормоны, причем гормоны, глюкокортикоиды высокими дозами. Обратите внимание, наверное, вы с этим уже соприкасались, когда наблюдали пневмониты при лечении блеомицином, наверное, у пациентов, кто назначал цитостатики при геремногенных опылях либо при леверативных заболеваниях, да, правда, здесь может быть сочетание и с антибактериальной терапией, но что нужно еще помнить, нужно четко разграничить, где действительно есть осложнение заболевания, или это сопутствующий воспалительный компонент, поэтому здесь у вас должен быть в команде, конечно, хороший рентгенолог, который вам поможет, и терапевт, и работать нужно будет только вместе. Несмотря на то, что это терапия амбулаторная, в общем-то, все осложнения, они предсказуемы, и они управляемы, тем не менее, вы должны помнить об этом, предупреждать пациентов, и, конечно, работать вместе вот в команде. Обязательно я повторяю с теми докторами, которых мы уже сегодня обозначили. Еще раз, доктора, уважаемые, есть ли какие-то вопросы? Если нет, то тогда, Диларома Хабидова, спасибо вам большое за ваш доклад. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...